Эфир ТВ-21 продолжает программа «Деловая среда». В студии Андрей Бричко. Здравствуйте. Генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко ответил на вопросы сотрудников компании. Общение в прямом эфире проекта «Корпоративный диалог» заняло более полутора часов. Речь в том числе шла о перспективах предприятия. Так в настоящее время прорабатывается возможность модернизации обогатительной фабрики. На Мончегорской площадке на повестке начало проекта «Большая медь» и завершение строительства современной линии резки и упаковки готовой продукции в цехе электролиза никеля номер два. Мы рассматриваем вопрос строительства нового передела взамен в будущем выбывающего цеха электролиза номер один. Реализован будет ряд экологических проектов. Сейчас изучается возможность уменьшения выбросов на ТЭЦ. Снизить воздействие на окружающую среду и нагрузку на близлежащую территорию помогут новые фильтры в рафинировочном цехе и новая труба в серно-кислотном отделении. У нас большая и серьезная программа модернизации химико-металлургического цеха. Мы с вами наработали очень большой и богатый опыт в переработке остатков хлорного растворения от новой технологии цеха электролиза. И набрали базу данных, которая сама нам подсказала все пути решения. Поэтому на сегодня есть и приказ, и программа о развитии химико-металлургического цеха, в том числе и со строительством. Корпоративный диалог традиционный для Норникеля формат встреч с руководителями подразделений. Для сотрудников компании это возможность получить ответ на свой вопрос во время онлайн-эфира из первых рук и без искажений. Социальные предприниматели из Мончегорска, Печенского округа, Норильска и Дудинки защитили свои проекты перед экспертами курса «Социальное предпринимательство». Инвестиционная сессия объединила разные города в формате онлайн. На защите эксперты задавали вопросы по продвижению, по эффективности бизнес-модели, подбору и аренде помещений. Спектр предложенных проектов оказался очень широк. От арт-магазина, в котором подарок можно сделать своими руками, до сети продаж горячих напитков на предприятиях. Теперь эксперты должны определить наиболее жизнеспособные предложения. Их реализацию беспроцентным займом поддержит Норникель. Я рад, что количество проектов у нас превышает, на мой взгляд, последнюю защиту, даже оффлайновую. Поэтому это показатель, наверное, того, что нам любые преграды и помехи всем ни почем. Я хочу всем заявителям огромную благодарность сказать от лица компании. И надеюсь, что в любом случае, независимо от того, будет поддержка, не будет поддержка, предоставлена со стороны компании, вы будете развивать предпринимательство на территории Манчегорска и Печенского района. Обучающий курс социальное предпринимательство – это часть благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании Норникель. За пять лет обучение прошли более 1400 человек из Норильска, Манчегорска и Печенского района. Норникель поддержал около 30 проектов на общую сумму более 100 миллионов рублей. В Мурманске обсудили реализацию мероприятий второго этапа проекта «Никель-туризм-2025». Это совместная инициатива Мурманского арктического государственного университета и центра «Вторая школа в Никеле». Проект направлен на развитие индустрии гостеприимства в Печенском округе. Это важно для территории, переживающей социально-экономическую трансформацию. На первом этапе специалисты социологической лаборатории МАГУ провели анкетирование, изучили, насколько жители муниципалитета готовы работать в туристической отрасли и какие дополнительные компетенции им нужны. И следующий этап, что в соответствии с теми данными, которые мы получили в рамках исследования, мы сейчас уточняем те образовательные программы, которые мы хотели, ну и планировали изначально запустить. Одна из этих программ связана с гостиничным и ресторанным бизнесом, она будет первая. То есть мы планируем, что мы приступим к обучению по этой программе осенью, то есть когда начнется осенний семестр. И здесь нужно отметить, что в рамках исследования нам уже порядка 100 человек прислали свое пожелание участвовать в этой программе. Это действительно запрос очень большой. Вторая программа будет посвящена управлению туристической территорией в арктической зоне. Планируется, что одними из первых слушателей курсов станут преподаватели Печенского техникума. Это позволит в дальнейшем выстроить стройную систему среднего в техникуме и высшего в университете профессионального образования в сфере туризма. Мы постоянно обсуждаем, и у нас есть различные проекты, которые нацелены как раз на трансформацию Печенского потехнического техникума. И одна из идей – придумать новую историю техникума так, чтобы это была востребованная история для тех ребят, которые живут у нас. И оно имело непосредственное отношение к современности, которая сейчас есть, к новым веяниям, векторам развития территории. Напомним, проект «Никель-туризм-2025» – один из шагов по реализации концепции развития Печенского округа, разработанной совместно муниципальными и региональными властями и Норникелем. Время в эфире деловой среды подошло к концу. С вами был Андрей Бричко. Удачи и до встречи!